приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня такое видео убегая от грешников избегай грешников есть такое слово бега или сбегай в принципе от слова бег отвращайся отриси прах да иисус говорил отнов своих когда кому-то засвидетельствовал об истине если он не принял да иди дальше вот об этом сегодня поговорим мы с вами читаем я напоминаю беру за основание для своих видео для проповеди избранные для себя наставления антония великого 13 наставление мы уже читали сейчас мы еще раз прочтем ну и мы его с вами три раза будем использовать казалось бы 170 чего нечего выбрать но вот я ведь она целиком все жирненьким шрифтом у меня то есть тут есть три мысли одну же я озвучил это по поводу умного человека я 55 наставлений 4 наставления помда мы с вами тогда прочитали 4 или 5 об умном человеке что умный равно добрый вот но сегодня о другом поговорим просто здесь есть эта фраза есть эта мысль я хочу взять для основания для слова своего а есть еще третье мысль поэтому еще раз 13 наставление его тоже вспомнил но уже в следующих видео прочитаем давайте целиком еще раз просто чтобы не вырывая из контекста кто-то может попадет на это видео несмотря предыдущие человеком должно называть или того кто умен по первому пункту по первым наставлению первое наставление еще раз напоминаю то не великий говорил что умный человек это добрый человек если не добр ты не умный ты дурак ты безумный человека нужно звать или того кто умен то есть это того кто добр или того кто принялся исправлять себя ну по-крайней мере покаялся и решился творить плоды достойной покаяния неисправного не должно называть человеком умного то есть дом не доброго человека нельзя называть не умным не человеком потому что свойства это греховность неисправность не человеческая а грешников по сути бесов до свойства от таких должно бегать сживающийся со злом никогда не будут в числе бессмертных вот на эту третью сживающийся злом никогда не будет себя бессмертных следующее видео нам будет а сегодня вот обратим внимание на совет наставление антония великого от таких от грешников безумных не человеков должно бегать за картинку для видео взял я вот такую иллюстрацию где там иисус бежит от иудеи в принципе такая она достаточно говорящая да мне надо там тычут конечно комментариях якобы там и свидетелей егов беру картинки еще слушайте мне ащи без разницы откуда эти картинки никто достоверно все он не знает иисус был с бородой или без с короткой стрижкой или длинной как он одевался его на всех художники разных времен разных эпох разных народов разных христианских конфессий по-разному рисовали кому чё в голову приходила это очень важно понимать поэтому я беру иллюстрации просто по тому как я в поиске ищу по какому событию евангельскому если она говорящая в принципе меня все в ней более-менее устраивает она не просто давать кит него не очень симпатичными не нравится или никак не отражает суть она такие вещи как су сказал я по плоти он сам когда его судили по плоти до что он там не образованные я не сужу да вот эти вот иллюстрации чей там какие я не проверяю тем более я цене какой секте не отношу поэтому не до лампочки понятно свидетели еговы далеки от истины иллюстрации то не кто-то там из них какой-то человек обладающих художеством талантом рисовал к евангелию поэтому чё тут такого-то да ну это для таких как я для свободных для рабов конечно им этого не понять вот но прежде чем к этой иллюстрации обратиться сейчас я буду говорить да вообще вот это бегать грешников это по евангелию по-христиански по иисусу по его учения по его последованию по его апостолам да в каком плане люди конечно же святые люди не замыкаются в себе иисус прямо сказал что тот кто стал светом да тот никто как бог и разумный человек по образу бога не ставит но тут разумный уже не в плане добрый а в плане действительно ума человеческого никто светильник свет лампочку раньше не было лампочку во времена иисуса никто светильник то есть свечку не ставит под кровать никакой умный человек дает только дурак может сделать и не накрывает сосудом, кувшином, ну, неважно чем, не закрывает ее, да, ее, наоборот, ставит на самое высокое видное место в доме, чтобы от нее расходился свет и освещал помещение, да, или там то помещение, где она находится. Вот это очень важно. Я всегда напоминаю, что вообще, вот, конечно, мы любим рассуждать о том, что Иисуса убили, распяв на кресте, да, через, там, сколько-то лет его проповеди, ну, ориентировочно около трех, и все говорят, что три Пасхи, по трех Пасхам понятно, что по Евангелию, да, что около трех лет Иисус проповедовал, и вот его арестовали, убили, он воскрес и вознесся туда, откуда пришел, оставив людей свободными, избирать между добром и злом. Но я всегда напоминаю, что вот в Луке есть такой нюанс, что Иисуса хотели убить еще в самом начале, причем без всяких там синедрионов, без всяких там претензий в богохульстве, ну, как бы тоже с этим, но вы помните, что в Луке очень хорошо, я все это по памяти вам даже сегодня зачитывать не буду, кто знает, что я Библию дословно, так скажем, знаю, да, кто давно меня смотрит, поэтому мне иногда нет нужды к с текстом обращаться, ну, пусть я там не все, и с вами словами, конечно, где я хочу прям что-то там внимание прям обратить на какие-то конкретные вещи, узкие, я могу не все прямо упомнить, но многие вещи, конечно, я эпизодически особенно помню, хорошо, да, вы помните, как написано в Луке в самом начале, что он в собственном городе, с этого началось его свидетельство, проповедь, он встает в синагоге, мог не свидетельство, в синагоге, вообще в иудаизме, в отличие от псевдо-христианских сект современных, хотя бы любой человек мог встать там, почитать, ну, Библию, так скажем, да, на современный язык, или пусть это там в Иудее, Тору читали, то есть Ветхий Завет, но вот сейчас, конечно, в псевдо-христианских церквях только пастырь, назначенный, с бумажкой, закончивший Богу пустословскую семинарию, может это делать, да, раньше в синагоге, ну, женщины, конечно, всегда притеснялись, к сожалению, да, вот, но хотя бы мужчины мог каждый действительно встать, почитать, сказать слово какое-то к тем, кто в синагоге сидит, то есть в синагоге это на самом деле это не церкви, это не храмы в современном понятии, религиозных культов, там никакие жертвы не приносятся, ну, потом потихоньку они там тоже, конечно, к этому пришли, и там такой баланс очень тонкий, да, они как бы, ну, уж прям жертвы не приносят, которые должны в Иерусалиме, в единственном храме, по идее, приносить только в том, на святом месте, да, но все равно они там уже тоже всякие эти хлебушки, там все приношения, праздники празднуют, вот, раньше все делалось в одном месте, теперь это как бы в всех синагогах делается, вот, но там смысл, конечно, в том, что прежде всего эта школа, это как школа, знаете, за знаниями ходят, действительно почитать, послушать, то есть за словом ходят в синагогу, ну, по крайней мере, изначально так было, туда ходили послушать писание, там, да, послушать мудрецов, пусть своих, там, иудейских, да, этих раввинов и так далее, или вот любого мудрого человека, которому изъявлял желание почитать, что-то сказать, вот, и вы помните, как Иисус встал, открыл Исайю, прочитал великолепное место про себя, да, так скажем, мессианское место из Ветхого Завета, что это, и что это о нем говорит, что это он пришел освободить пленных, да, по душе и по плоти, так скажем, ну, по плоти имеется в виду, что многие сами себе плоти порабощают из-за духовного рабства кому-то там, да, вот, потому что мы свою плотскую жизнь тоже избираем, за счет, порой, это от человека зависит, он говорит, ой, да я вот там, пошел как раб, ну, уволиться, найди другую, работает, что же твой выбор, да я, да вот, привык, или там еще какие-то начинает, тот да сё, отмозг, то есть ты, прежде всего, ты духовный раб, потом и таким рабом становишься, да, вот. Иисус, там прекрасное место, я говорю, почему я не хочу читать вам, не суть важно, помните, так, приблизить, да, освобожденных, отпустить на свободу, измученных, утешить, больных исцелить, вот, и говорит, все это исполнилось на мне, вот он я, что начинает делать с Иисусом? Иисуса! Тут разные вот иллюстрации, вы можете, это место, я, правда, таки долго искал, янгельские события не всегда, те же, легко иллюстрации найти каким-то, по названию как-то пытаюсь искать, вот, вот, Иисуса поволокли, можно сказать, я думаю, что так-то было, у нас люди безумные всегда, да, посмотрите, как все это делать в таких-нибудь демонстрациях, вот, уж как его там тащили или толкали, пинали и пытались, любой город, раньше, конечно, на возвышенности строился, как минимум какой-то, или вообще на горе, чтобы оборону держать, вот, поэтому там, что на край горы, что на край города, как хотите в Евангелии читайте, смысл один, то есть повели на край своего города, на край горы, на край горы, на которой стоял ихний город, в котором Иисус вырос, это его и доблеменники, когда мне рассказывают, что ой, да православие не так страшно, там все эти секты не так страшны, что иудаизм не такой плохой, я говорю, вы вдумайтесь, ведь это, как бы, скажем, элита духовная, это святые люди, это люди, которые ходят в синагогу, они верующие в Бога, эти люди, своего, молодого человека, Иисусу 30 лет, это юноша взрослый, ну, по молодости, да, в самом рассвете сил, молодой человек, да, мужчина, ну, может, не молодой человек, уже мужчина, да, в рассвете сил, их не соплеменник, все его знают, вел он кроткую жизнь, его все вроде как тоже, это же Бог явишься во плоти, мы понимаем, что зла он никакого не делал, да, то есть, очевидно, не был там каким-то подонком, да, никто не знал, что там пьет, насилует кого-то, тунеядствует, нет, мы знаем, что он там работал, безусловно, вел добрую жизнь, ибо это Бог во плоти, да, но только они вот это услышали, заметьте, без всякого синедриона, это очень важно, я всегда вот, говорю, я не знаю, как вы читаете Евангелие, я говорю, вы когда читаете, вы вот прочитаете какой-то момент, эпизодически, конечно, не там вырвав один стих, да, вдумайтесь, постарайтесь в себе эти, все эти события, поразмышлять, представить в голове, если хотите действительно, пофантазировать, что, как, какие-то события у вас, что к вам, вам Бог будет все это открывать, возможно, погрузит, погрузит вас, Бог всегда даст откровение, как это было на самом деле, просто вдумайтесь в это, вдумайтесь, что к этому привело, кто это делает, почему это делает, вы вдумайтесь, это люди, которые ходят в синагогу, которые верят в Бога, там, соблюдают закон, якобы добренькие, закон же любит любви ближнего, уж евреи тем более, а не этого еврея, заодно только слово, прочтение Исаии, и то, что он сказал, что это я, слушайте, ну, пусть он сбрентил, ну, из синагоги его уберите, объявите его свихнувшейся, назвавшим себя мессией, убивать человека, за что? Убивать? Даже ваш закон гласил око за око, он убил кого-нибудь? Нет, ну, мало ли, что он несет? Ну, поехала крыша, вроде у нормального человека вчера даже, хотя тоже странно, как-то поехала, до 30 лет никаких признаков не подавал, а тут бац, и крышняк сорвало в синагоге, ну, что такое? ну, вдумайтесь, вы вдумайтесь, что они делают, они ведут человека, просто сбросить, причем, не как-то там убить, просто сбросить, вы вдумайтесь, насколько это безумно, что должно было быть в сердцах этих людей, ведь это обычные бытовые люди, мы все время думаем, это какие-то там, да нет, это такие же люди, причем, там сидели все, ну, да, может, его не женщина, хотя у нас и женщины такие есть, вы посмотрите сейчас то, что в России с этой расистской агрессией против народа Украины творится, вы посмотрите на женщин, которые это несут, на то же самое Матвиенко, которого в Совете Безопасности и насколько сейчас там вылазят всех и пропагандистов, и всех этих депутатов, женщин, да, все говорят, ой, женщины, они такие нежные, заботливые, вы знаете, считаете, что женщина и самая, наоборот, жестокая, в отличие от мужчины, что женщины проявляют, если уж проявляют жестокость, они могут проявлять больше мужчины, потому что от любви до ненависти как один шаг, и действительно, раз ты больше нежна, кому больше дано, в обе стороны, да, раз у тебя потенциал, ты можешь и более святым быть, значит, ты и более грешник, почему дьявол, самый бес, да, самый дьявол, потому что он и самый светлый был, сын зари, да, Деница, сын солнца, это очень важно, да, вдумайтесь в этом, это люди, которые входят в синагогу, я примеры такие приводил не раз, это, я привожу близкие примеры, там, ну, что там на Западе, в Америке, я стараюсь, как я с русскоязычными общаюсь, посмотрите на, в православной секте расколы, никоновские, да, ну, старобрядские, он называет старобряд, да, посмотрите, что там было, это люди, которые вчера стояли в одном капище, ну, я называю так, ну, они храмами называют, вчера стояли бок о бок, завтра раскол, они закрывают несколько тысяч человек, храм, кто знает, какие строят, посмотрите, в селах, да, по несколько тысяч вмещается, любят эти, огроменные строй, закрывали и сжигали заживо, топили, тысячами, тысячами, ни один, ни два там кого-то, тысячи, прямо в храм закрывали и сжигали, это все достоверные факты, никоновцы в виде гундяева и все его этой шайки даже признают, не отрицают, вроде как тут каялись, вроде как со старобрядцами помирились, современная агрессия, расистов против Украины, все секты поддержали, кстати, те же самые старобрядцы выступили за войну, и естественно, вся эта гундяевская хунта, и все православные эти расисты, и не расисты, они все там такие, потому что если вы в системе, вы в ней, вы выйдете тогда из нее, тогда вы явите, что вы не с ней, а так вы с ней, молчаливо участвуете, вы ее колесо, и вот заметьте, они Иисуса ведут на это убийство, просто сбросить человека, просто вот взять и выбросить пацана, когда мне говорят, что там закон, но он просто до совершенства не доводил, да, как Павел говорил, да, а так, ну ничего, ну тоже где-то там они будут, тоже хорошо, да они все дети дьявола, только вот случай, это пока они сидят смирно, сложив ручки, все, первое гладение поперек шерстки, и мы видим, что в сердцах этих людей, не просто там вытолкали, не просто побили, как Павел писал, мне не раз там, а посмотрите на жизнь Павла, он сам свидет, говорит, сколько раз меня, говорит, эти иудеи, додолбасили до смерти, я, говорит, один раз меня вытащили, вы помните с Павлом случай, ну да, его до смерти хотели, заколошматили, и его думали, потому что он подох, как собака, а он выжил, как он говорит, ну бог помиловал меня, его там задолбили, просто забили до смерти, это иудеи в синагоге, вытащили, вытащили зашкиботы, и забили до смерти, ну как он сказал, бог помиловал меня, и я выжил, они думали, что я там подох, череп ему, по-моему, раскроили, там, что там, нам так все кратенько оставлено, там можно по некоторым нюансам все это видеть, да, а он выжил, ведь сколько раз такое было, говорит, со мной, в каждой синагоге меня, калашматили, ну посмотрите, до чего иудейский закон, что вот этот весь иудаизм, к чему он может приводить, да достаточно только этих событий, и современный иудаизм не лучше, как современные эти псевдо-христианские секты, вот вам, пожалуйста, куда уж, куда уж, черно-белое отличить, в современной там, агрессии, рашистов против украинского народа, нет, они слепые, вожди слепых, вот что происходит, это в самом начале, без всякого синдриона, без всякого суда и следствия, просто, они так решили, в какой-то мелкой синагоге, да, и все, и просто пошли пацана с горы сбрасывать, все, мужика, как хотеть мужчину, ужас, ужас, написано, что Иисус там как-то вырвался, и от них удалился, это очень важно, да, там все это не описано, мы это с вами в современном мире, к сожалению, никак в видео не можем посмотреть, как все это было, ну, как-то он от них сбежал, там же его родственники все были, все, ну, может, тот как-то помог, как-то отбили его там, тот там засуетился, чуть его отпустили, и он тут же, да, ну, мы все это с вами читаем, потом уже, когда он стал по всей Иудее, по всей Самаре, и по всему Десятиградию там проповедовать, да, по самой Иудее, в Иерусалиме мы знаем, сколько раз он был, сколько раз, только в Евангелии, два раза мы встречаем, это просто вот в таком Евангелии, я всем говорю, как мы читаем, что его несколько раз хотели, еще потом камнями забить, да, без суда, причем опять без следствия, без всякого синдриона, просто сами, вот просто захотели, и все, и мы видим, что он от них бегал, и мы видим с вами, вот я не знаю, эту картинку такую общую конечную, что в оконцовке после, он, во-первых, в Иерусалим ходил только на праздник, только потому, что там было много народу, и все-таки не все были бесноватыми, и кто-то за него выступал, потому что он вот это добро творил, то слово говорил, истинные, добрыми делами все это подкреплял, ну и народ в него, конечно, все равно влюблялся в этого благодетеля, да, и открыто, иудеи побаивались его схватить, и он поэтому специально ходил только на большие праздники, да, ну как мы видим, потом уже он не ходил, когда положили его в совете убить уже, официально, а это прямо в первый год было, да, уже он проповел где угодно, только не в иудеи, потому что в иудеи его тут же бы арестовали, убили, то есть он все это скрывался до времени, до времени, да, когда я вот сейчас пришел, я тоже о чем хочу сказать, во-первых, тоже, знаете, ну опять про личное, меня тут тоже как бы, ну спрашивают, ну а ты вот не боишься, там все это говоришь, и не хочешь ли свалить, как все валят там из России, ну мне, конечно, во-первых, и некуда, и не на что валить, это раз, ну понятно, люди бегут, как говорится, спасти свою жизнь и в никуда, и ни с чем в соответствии, но я знаете, на что это отвечаю, если бы это было буквально там, ну не знаю, пару лет назад, тройку, четверку, ну в общем, отмотать назад от моего служения, да, я бы об этом, может быть, размышлял, а сейчас я, мне, мою службу, всему свое время, да, то есть, Иисус, когда все исполнил, так скажем, три года он ходил, говорил, творил добро, сказал, я вам все уже сказал, да, это можно из года в год делать одно и то же, но что толку, я вам делал, делайте вы теперь, я-то сделал, я вам пример показал, дальше действуйте вы, вот, и конечно, я уже много раз, вот меня слышите, говорил, что на сердце у меня лежит, что моя-то роль в этой жизни заканчивается, и я уже, я все, что хотел сделал, все, что хотел сказал, если завтра даже, вот прям, на момент записи этого видео, сегодня 2 мая 2022 года, со мной что-то случится, неважно каким способом, да, естественным там, произойдет что-то, арестуют, посадят, убьют, или Господь призовет, да, это не имеет значения, то у меня душа спокойна, я все сделал, все, что я хотел, да, я еще, еще могу что-то сказать, еще могу что-то записать, но, все, что я хотел, я выпалил, да, из моего контента, оставленного в интернете, на ютубе, в частности, человек, если захочет, познает истину, если захочет, сам последует за ней, да, живя деятельно, святой жизнью, поэтому, я все, что, считал нужным, сделал, говорит, конечно, можно до бесконечности, вот, все об одном и том же, вот, поэтому мне, как бы, я не боюсь в том плане, в этом, я сам давно мечтаю свалить отсюда, да, поэтому, если мне в этом помогут, я этого не боюсь, да, вот, и более того, да, сам-то я понятный, я вечный, и жизнь моя не укоряет меня, и мне туда идти не страшно, наоборот, вожделенно, моя жизнь Христоса, смерть приобретения, вот, в плане того, что я говорю, из любви к человечеству, грешникам, да, хотелось что-то для них сделать, ну, я говорю, я сделал все, что я мог, дальше, и выбор тех, кто со словом столкнулся, да, с тем, который я извлекал, вот так вот, и поэтому, по поводу, и вот этого бегства, вы знаете, тоже, за все это, это и в реальной жизни, и виртуальной, тоже, сколько, тоже предъявляли, я помню, все это, когда начиналось мое служение, вот, там кого-то блокируешь, я говорю, слушайте, я блокирую, ты считаешь, как Иисус блокировал, общение с собой, убегая просто, я говорю, ну, напишешь что-то, да, и начинаешь в тебя там впиваться, ну, блокируешься на Ютубе, находят тебя в социальных сетях, причем в одной тебе пишут, во второй, в третьей, я говорю, слушай, какой здоровый человек, будет общаться с тем, кто тебя в те камни там кидает, да, вот, поэтому, это все естественно, и просто по жизни, вот, по поводу грид, мне тоже все время, и вот, как вот, от всех, закрываешься, слушайте, Иисус сделал то же самое, все, я вот готовлю серию роликов, большую, такую, вот, еще, черта, такая, жирная черта, мне, конечно, не подведена, но, это можно, и так понять, ну, есть Божья воля, я это сделаю, а любви еще, да, такой, там, к врагам, к друзьям, вы помните, все по Евангелию, хочу там, показать эти все моменты, да, как с окружающим Иисус свел, он там ни за кем не бегал, никому туфли не лизал, да, в ножки никому не кланялся, вот, он общался свободно, не возвышаясь, и не унижаясь, очень важно, очень важно второе тоже, да, то забывают об этом, в северно-христианских сектах, в некоторых, болезнь там проповедовать, самоуничижение, Иисус так не делал, этому не учил, вот, а бегать он бегал, вот, это же его слова, да, придите, скажите, если вас погонят, ну, если примут, хорошо, а погонят, да, отрисите прах от ног своих, и идите дальше, Павел, что говорил, еретика, после второго и третьего разумления, отвращайся, вот, это все действительно, и причем, это, вы знаете, это все от опыта, вот, ну, раз, два, три, ты сказал, действительно, всю свою жизнь превращать в ад, я говорю, слушайте, если бы я не блокировал, вот, вы знаете, у любого блогера, вы просто, если вы знакомы, спросите у него, или попросите ему прямо показать, да, если хотите, я, ну, я это просто показывал, с годами просто растет, посмотрите, сколько там есть заблокированный список, посмотрите, сколько у каждого блогера там, аккаунтов, там просто огромное количество, это реально так, потому что психов, основная масса людей, мир лежит во зле, надо об этом не забывать, я говорю, если бы все это ты не блокировал, ты просто бы, во-первых, ты бы не видел нормальных комментариев, во-вторых, ты просто, знаете, как никто не готов, чтобы ему, телесному, здоровью наносили вред, причиняли боль телесную, если бы кто-то каждые 5 секунд, вот сейчас бы меня в печень, ногой пихал бы, ну, сколько ты сможешь выдержать, то же самое психологически, то же самое, не зря все преступления против психолог, ну, против человека психологически, так называемые, то есть давление, там, есть такие статьи, как доведение до самоубийства, есть статьи, как доведение до сумасшествия, до депрессии человека, когда человек там манипулирует, когда управляют сознанием человека, обманывают за счет воздействия на человека, то есть у нас же есть такие преступления, осуждаются, что на человек воздействует, что там у него выманивают, я говорю, или его как-то страдать, то есть психологическое здоровье, точно такой же душа, такая же плотская, как и тело, мы точно страдаем, нас слово режет ничем не хуже, чем нож, плоть, слово душу, да, это такой же нож для души, еще не важно, поэтому, ну, что есть, так каждый день, я говорю, с утра, я вот включаю с утра, естественно, там проверяю все, кто-то что написал, может, на цельных стихах, вопрос, ответ, поговорить, мало ли чего, кто там пишется, вот, я говорю, если бы уж каждое с утра, ну, встаньте, вылите на себя с утра, ведро помоев, хорошо будете себя чувствовать весь день, вряд ли, да, точно так же и здесь, поэтому, конечно же, да, бегство от таких людей, это очень важно, раз, два, три, вот, да и в Библии, вы знаете, есть такое понятие, как, кто с кем сообщается, да, подобное с подобным, и проще, да, все это есть, это действительно так, и все это, то, что ты отстраняешься от каких-то людей, кого-то от себя отстраняешь, это нормально, тем более, если ты сам познал истину, стремишься к истину, к истине светишь, то это, да, это так, вот так вот, поэтому все это бегство, это нормально, это правильно, до времени, опять же, да, если твое время пришло, потерять свободу, здоровье, или даже саму жизнь, но если ты чувствуешь, что твой час пришел, да, волю, как Иисус сказал, я вам сказал все, волю Отца исполнил, поэтому теперь могу явить, пик жертвенной любви, ну, пожалуйста, если вы, вы все это сами в своей жизни поймете, до этого, пожалуйста, можете уклоняться, это вот, я говорю, к вопросу, вот там, ну, в России, это во многих странах так, да, там, какие-нибудь люди за добро светят, их там, изживают, это не только в России, такие беды везде, вот, и действительно, кто-то уезжает, кто-то мы видим, жертву себя приносит, кто-то остается, вот, причем, кого-то сажают, кого-то травят, кого-то убивают, в затылок, стреляя, вот, типа Немцова, Немцова, да, и так далее, то есть, со всеми по-разному справляются, или кто-то остается, кто-то уезжает, кто-то взял, уезжал, потом решил остаться, вернуться, то есть, все по-разному, у всех своя, своя, своя ступень жизни, просто мы видим людей на разных ступенях, нам кажется, что вот, поэтому, тут в этом плане, всех нельзя под одного ребенка, кто-то еще растет, кто-то дорос, кто-то только, на первую ступеньку вообще становится, так что, вот так вот, поэтому, но действительно, с кем поведешься, того и наберешься, есть пословица народная, она абсолютно верная, поэтому ты избегаешь общения с грешниками, грешник, не забывайте, это не такое понятие, опять, знаете, там, мой праведник грешник, ой, да ты грешниками, как мне говорят, Иисус ел с грешниками мытарь, я говорю, слушайте, когда Иисус там ел, и вообще, я говорю, когда вот это я по Евангелию буду, вот этот большой курс сейчас готовлю, я говорю, вот эти такие темы, я всегда показываю, посмотрите на Иисуса внимательно, поисследуйте какой-нибудь вопрос всегда, который вас волнует, вот целиком, прочитайте все Евангелие, на вот у вас есть какая-то мысль, а как Иисус себя вел с окружающими людьми, и прочитайте четыре Евангелия с этой мысли, обращая внимание, как он что говорил, вот прям, вот он и человек разный, и вы увидите, как он себя вел, я говорю, вы обратите внимание, он никого никогда не слушает, мы не видим, что вообще Иисуса кто-то учил в жизни, он не нуждается в этом, да, да, слушай, в твоих словах есть, ну, нет, он говорит, да, помните, тоже вопрос спрашиваешь, ну, а ты как думаешь, он говорит, ну, вот так вот так, он говорит, да, ты хорошо говоришь, что любой к Богу и ближнему, в этом весь закон, да, благопотия, весь закон и пророки, ну, ты иди поступай так же, понимая только это, ты недалеко от Царства Божьего, ты и в него не войдешь, и не вошел еще, только за знание, иди поступай так же, недалеко ты, да, раз ты настолько умом приблизился к этому, то есть, если он ты познал умом, значит, ты максимально к ней приблизился по плоти, войдешь ты туда, в небесное Царство Любви, только если ты будешь жить любвеобельно, все, говорить-то можно все что угодно, все, кто Иисуса с горы тащили сбросить, они тоже самое припроведовали, люби ближнего, ненавидь врага своего, люби Бога, всем сердцем, всей душой, всем помышлением твоим, да, и тащили человека сбросить с края города, это очень важно понимать, да, поэтому бегаем мы грешников по двум причинам, во-первых, полюби ближнего, Иисус говорил, как самого себя, прежде всего, из любви к себе, чтобы понять, как любить других, надо себя понять, ты себе-то этого желаешь, чтобы другим нет, не желаешь, ты бережешь себя, потому что с психами сойдешь с ума, Иисус всех, кто не хотел следовать за истину, от себя отграждал, я говорю, что вот таких совсем бесноватых, которые там готовы лишить его жизни, здоровья или свободы, от них вообще он бегал, и даже те, кто не принимал условия святой жизни, он говорил, иди, продавай все, и приходи только тогда, следуй за мной, Иисус ставил условия, не хочешь, ну, вольному воля, что-то говорит, все разбегаются, он ни за кем не бежит, Петр подошел ему мозг выносить, ты смотри, все разбегаются, соблазняются, что ты тут несешь, про хлеб небесный, который ты, который сошел с небес, да который еще и как-то кушать можно, он говорит, пожалуйста, вольному волю, свободному рай, кое-куда, хотите идите тоже, нет, они говорят, ну, как я говорю, Петр репу почесал, да нет, ты имеешь глаголы, слышу то, что тут будоражит мое сердце, да, и мои мысли, куда нам идти, вот, но возмущался, да, пытался Иисуса вразумить, Иисус на это очень, просто и резко отвечал, да, вот, когда он ему противился, что вот не надо тебе, причем из любви, как бы к нему, что не надо вот тебе тут, да, себя в жертву предавать, тайди от меня, сатана, ну, или следуй за мной, сатана, как там сказал, точно Иисус неизвестно, переводит и так, и так, вот, ну, больше к Богу любви подходит, следуй за мной, сатана, не против, потому что сатана, это переводится как противник, да, делал, вот, следуй, не протився, а следуй за мной, делал то, что я говорю, так что вот так вот, поэтому это нормально, тоже этого никогда, многие колеблются душой, терзаются, что да как, вот, вообще в жизни надо понять, что живя святой жизнью, ты всегда будешь один, абсолютно всегда, может быть на пути твоей жизни один-два человека, тут сам Антоний говорил, да, что великое благо, если ты из десяти тысяч, я, кстати, может быть, если, может быть, запишу, и на это его, там не наставление, там из Патрика, о нем тоже сказано, есть не в наставлениях, еще о нем цитаты, его высказали, когда дошедшие там через Патрики, так называемые сборники изречений святых мудрецов, так скажем, христианства, да, и там его тоже, он говорил, что типа, если из десяти тысяч найдется хотя бы один, или два максимума, то, говорит, один человек, тебя понимающий, брат во Христе, так скажем, сестра там, да, ну, они там монахи, вели, так скажем, общались с однополыми, со своим полом, так скажем, вот, если ты там брата найдешь, то, говорит, то хорошо, одного на десять тысяч, да, который, единодушный, тебе будет, так что вот так вот, а так просто надо готовиться, что это жизнь, это собственный экзамен жизни, и собственный, и другим надо помочь, это очень важно, поэтому надо жить свято, и говорить о правде, о любви, о вечности, о свободе, если есть воля Божьей, чтобы ты не скучал, и был у тебя кто-то для поддержки, для радости, общения, ну, найдется такой человек, нет, надо понять, что это путь, все же говорил, что все меня оставили, я остался один, и так и было, более того, вися на кресте, он даже произнес такую фразу, что даже Бог его оставил, для чего ты меня оставил, это очень важно понимать, но это экзамен, ты тут один, ты должен его сдать сам, один, без всяких костылей, это очень важно, стать Богом, абсолютным, совершенным, это очень важно, ну, вот такое вот видео, надеюсь, оно вам что-то открыло, было отрадным, кому мое видео нравится, ставьте лайки, это помогает видео продвигаться, его больше людей могут увидеть, подписывайтесь на канал, кто не подписан, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, пишите комментарии, я все читаю, на вопросы, какие могу, и считаю нужным, отвечаю, все тексты доступны на моем авторском сайте, христолюб.ру, или по-русски христолюб.рф, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я даю доступ к новым видео, раньше, чем они публикуются, для общего просмотра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!